Вкратце о фильме Новый Человек-паук. Новый Человек-паук это довольно крепкое, неплохое, даже в чем-то хорошее кино. Сценарно тут в принципе все на достаточно неплохом уровне. Вообще, если описывать данную картину, то в ней всегда будет упираться в одно единственное слово. Неплохо. Местами может выйти даже хорошо. Графика выполнена хорошо, полеты на Паукине классные, костюм вообще шикарный. Мне еще очень понравилась некая реалистичность или приземленность, если хотите. Видимо, это все отголоски тогдашнего Бэтмена от Криса Фера Нолана. Атмосфера выполнена просто прекрасно. Эта реалистичность, приземленность, таинственность очень хорошо подходит этому Пауку. К сожалению, это все заруинят в сиквеле, слив все в унитаз и превратив эту вселенную в детский утренник садика номер сука 5. То есть, мне очень обидно. Потенциал был развивать эту атмосферу, делать от части к части все мрачнее и мрачнее. Как, например, было с Гарри Поттером. Почему бы и нет? Взрослый депрессивный Паук. Блин, я бы глянул. Главный злодей в исполнении Ящера. Его мотивация приятна, понятна и логична. Вот где нужно было учиться Снайдеру. Все просто, приземленно, неперемудренно, все выполнено так, как надо. Романтические сцены также неплохи, но они работают лишь за счет актерской игры Гарфилда и Стоун. Почему только из-за нее, узнаете чуть позже. Второстепенные персонажи приятны, дядя Бен классный, Мэй неплоха, Коннорс именно как Коннорс, он классный. Даже Флэшу Томпсону умудрились дать немного глубины, вот прям вот чуточку, всего лишь на пару сцен. Но опять-таки, фильм не лишен минусов. Они как самые банальные в плане парочки сюжетных дыр, так и очень крупные. Пропуская банальные, сразу поговорим о крупных. Арка главного героя сливается в унитаз, а все почему? А потому что студия не захотела копировать первый фильм с Амарейми. Главный герой в конце фильма ничему не учится, как был безответственным школьником в начале. Так им и остался в конце. Весь пройденный путь персонажа прошел впустую. Все жертвы, потери, смерти, все ушло в никуда. Персонаж обязан меняться, должен быть итог фильма. Но здесь этого не сделали. На момент выхода НЧП-1 ничего про НЧП-2 и в помине не было известно. Так что его исключаем из уравнения. И получаем то, что наш персонаж, который за фильм должен пройти арку своего развития и понять для себя нечто новое и неизвестное до этого, ничего в итоге не уяснил, никак не изменился. И все те события прошли для него даром, не оставив никакого отпечатка. По сути, персонаж работает только на актерском мастерстве Эндрю Гарфилда. Опять-таки, персонаж, хоть учитывать его косяки, он неплох. Чувствуется, что он живой, хоть пару раз в фильме творит лютую дичь. Но живой, приятный и даже в чем-то обаятельный. Обыграли то, что он все-таки по комиксам гений. Паркер в фильме блистает умом только в путь. Вот просто гений. Это круто. Мне нравится его паук. Да, именно. Я часто его критиковал, критикую и буду продолжать это делать, ибо есть за что. Однако, я вижу в нем большой потенциал, который, к сожалению, просрется в сиквеле. Но об этом уже в следующий раз. Я бы хотел увидеть продолжение именно этого паука. Именно такого, как он в этом фильме. Однако, в 14-м году мы получили то, что получили. И все полетело прахом. Гвен Стэйси. Держитесь за свои трусы. Это дерьмовый персонаж. Это персонаж-пустышка. Персонаж-функция. Я искренне не понимаю всеобщей любви к ней. Она персонаж-функция. Еще раз. Она просто нужна, чтобы сюжет случился. Она никак не раскрывается за целый фильм. Гвен картонка в плане прописи персонажа. Гвен просто умная. И все. Зритель о ней ничего больше не знает. Весь фильм и весь персонаж строится только на том, что Гвен попросту умная. И больше за этим ничего нет. Она является чистым олицетворением персонажа-функции. Нужная лишь для помощи главному герою. Больше ничего за ней нет. В следствии этих двух проблем сложно сказать, о чем был фильм. Какой его смысл с точки зрения произведения. Что он хотел сказать зрителю. О чем история с точки зрения посыла. Как я уже говорил, с главным героем налажали. Дав ему прозрение, что не стоит подвергать опасности близких. Но спустя одну сцену, все обнулили. Персонаж, что прошел арку своего развития через потери, боль. Понявший, что такое ответственность, потери и боль. Обнулился, вернувшись к исходной стадии. Каким безответственный в начале фильма он был. Таким он и остался в конце. Несмотря на все плохое, что я сказал о фильме, он мне нравится. Я его частенько пересматриваю. Мне нравится атмосфера, приземленность, актерская игра и сами актеры. Как подобные кадры полета, сами полеты, злодеи и даже юмор. Паук здесь часто шутит, как в каноне, балагурит. Прикольно же, ну камон. Даже в костюме из этого фильма я частенько летаю в игре на PS4. Поэтому я поставлю фильму крепкую 7 из 10. Фильм хороший. Продолжение следует...